Всем привет, с вами Анастасия Зоря, я веду курс общества знания в учебном центре Годограф. В этом видео мы будем разбирать демонстрационный вариант 2017 года контрольно-измерительного материала по обществознанию. Начинаем разбор блока экономика, задания с 7 по 10 включительно. Задание 7. Выберите верное осуждение об отличительных чертах рыночной экономики и запишите цифры, под которыми они указаны. Для того, чтобы сделать данное задание, нам необходимо вспомнить о том, что же такое экономика и какие типы экономик выделяют экономисты. Чаще всего слово экономика употребляется в значении как синоним слова хозяйство. Под словом хозяйство мы понимаем всю производственную деятельность человека. Главные вопросы, на которые необходимо ответить любому хозяйству, это что производить, как производить и кто будет потреблять то, что мы напроизводили. Соответствующие типы экономических систем выделяются в зависимости от того, как каждый из экономик отвечает на эти три главные вопроса, то есть что, как и для кого. Начинаем наш разбор с традиционной экономической системы, которая характеризуется тем, что на главные вопросы экономики отвечаются по традиции, то есть по принципу, как до меня производили, так и я в дальнейшем тоже буду производить. Очевидно, что главным фактором производства традиционной экономики, подобно как и в любом традиционном обществе, является земля. И господствует натуральный способ производства, значит то, что каждая семья сама для себя производит все, что ей необходимо. Также традиционная рыночная экономика характеризуется тем, что преобладает экстенсивные методы производства, цеховая организация и ручной труд. Что касается командно-экономической системы, то здесь на главные вопросы экономики отвечает государство. Тогда очевидным является то, что именно государство в этой экономике является главным собственником ресурсов. Поэтому именно государство определяет цены на рынке, поскольку оно же является главным производителем всех товаров и услуг. Также имеется тенденция к сглаживанию экономических циклов внутри командной экономики, поскольку государство считает своим долгом преодолевать все кризисы именно по его усмотрению. И поэтому производители не обладают никакой свободой, и они не имеют права изменять цены на товары и услуги, и такое явление называется директивным ценообразованием. Наиболее распространенным типом экономической системы сегодня является смешанный тип. Правда, стоит сделать оговорку то, что все-таки в смешанной экономике сегодня преобладают черты именно рыночной экономики. Разница между чисто рыночной экономикой и смешанной экономикой заключается в том, что в рыночной экономике определяет вот эти вот ответы на главные вопросы, что производить, как производить и кто будет покупателем, все это определяется с помощью рынка. Таким образом, частные интересы производителей здесь у нас выходят на первый план. То есть предварители, они как бы свободны в определении цен на товары и услуги, но в то же время они подчиняются общим законам спроса и предложения, которые действуют на рынке. В то время как в смешанной экономике все еще сохраняются черты командного регулирования. Командный по-другому иногда называется также плановой или централизованной экономикой. То есть государство в чистой рыночной экономике ограничивает свое влияние только на сферу налогообложения и на сферу правового регулирования экономики. В смешанной же экономике государство считает нужным также оказывать поддержку социально незащищенным слоям населения. Поэтому государство в смешанной экономике также является одним из основных производителей и потребителей товаров и услуг. В частности, государство производит образовательные услуги, медицинские услуги, которые могут быть использованы каждым гражданином данного государства. Итак, в седьмом задании нам предлагается выбрать в приведенном перечне отличительные черты рыночной экономики. Первое. Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов. Как мы помним, это черта командной или плановой экономики. Второе. Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и предложения. Спрос и предложение – это законы, которые действуют на рынке. Спрос – это интерес покупателя покупать, предложение – это интерес производителя продавать продукцию. В связи с этим цены, которые формируются на рынке под влиянием спроса и предложения, это именно отличительная черта смешанной или же рыночной экономики, как у нас требуется в задании. Следующее. Предприятиям приходится решать проблему ограниченности ресурсов. На самом деле ограниченность ресурсов – это одна из ключевых проблем экономики в принципе. Она характерна и для традиционной, и для командной, и для рыночной экономики. Четвертое. Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей. Опять же, конкуренция, будь то совершенная конкуренция или в какой-то степени совершенная, или просто конкуренция – это характерная черта именно рыночной экономики, то есть это черта свободы предпринимателей. Пятое. Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и имуществом для предпринимательской и иной незапрещенной законом деятельности. Как мы помним, это один из основных конституционных принципов современного российского государства, а в России у нас господствует все-таки пока еще рыночная экономика. Поэтому пятое мы также должны выбрать. Правильным ответом в данном задании будет второй, четвертый и пятый. Решим дополнительное задание на распределение отличительных черт и типов экономик. Установите соответствие между ведущими факторами экономического развития и экономической системой. Каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. В таблице мы видим в левой колонке ведущие факторы экономического развития, в правой колонке мы видим типы экономических систем, а именно смешанная и традиционная система. Вариант А. Наличие природных ресурсов. Экономическое развитие в зависимости от количества ресурсов, которыми располагает общество, это характерная черта именно традиционной экономики, поскольку экономика смешанная или современная уже развивается не экстенсивными, а интенсивными методами. В. Научные знания. Научные знания являются одним из самых главных движущих факторов экономического развития в современном обществе, то есть в смешанной экономике. В. Компьютеризация и информатизация. Конечно же, это тоже можно отнести к главным факторам развития именно смешанной современной экономики, поскольку в традиционной экономике речи пока что не идет ни о компьютеризации, ни об информатизации. В. Наличие большого количества рабочих рук. Данный фактор является ключевым для традиционной экономики, поскольку именно в ней преобладает ручной труд. В. Использование новых технологий. Опять же, это ключевой фактор развития современной экономики, то есть смешанного типа. Итак, ответом на данное задание будет комбинация цифр 2, 1, 1, 2, 1.